Чебоксарам 550 И пусть ученые утверждают, что наш город старше как минимум на полтора века, сегодня мы отмечаем эту дату. Очень почетную и красивую, располагающую к мечтам и воспоминаниям. А вспомнить Чебоксары могут многое. Аж до самого края Все, товарищ мой, все заколыхается Мне приятеля видать много Но добрацы не первой сладим В 1469 году русские войска отправились брать Казань. В одну из ночей устроили привал на крутом Волжском берегу на Чебоксаре. А спустя почти 100 лет после вхождения Чувашей в состав российского государства здесь основали крепость. Место постройки будущего Кремля осветил епископ Гурий. И закипела в Чебоксарах жизнь, в том числе и политическая. Для начала Борис Годунов сослал сюда Марию Шестову, бабку царя Михаила Федоровича, родоначальника Романовской династии, заточив ее в Никольский монастырь. Всего два собора. Первым действительно был Веденский, поскольку он считался главным и считался первым собором. А вот второй собор – это Никольский собор или Николаевский, он же Предтеченский собор. Это старая главная церковь бывшего когда-то здесь Николаевского женского монастыря. Ну, как известно, Чебоксары старше своей официальной истории лет на 150-200 как минимум. Если говорить о том периоде истории, который ведется с строительства крепости, то Николаевский женский монастырь появился практически одновременно. В 1601 году сюда была сослана бабушка основателя династии Романовых Михаила Федоровича Романова, Мария Шестова. Надо сказать, что высокопоставленные деятели российской истории очень часто переезжали с места на место по своей доброй или по чужой злой воле. И часто их путь пролегал через Чувашию. Однако. Единственное место в Чувашии, которое может похвалиться вниманием со стороны ленценосных особ – город Чебоксары. Здесь в разные годы побывали не только Екатерина II, она же Великая, но и не менее знаменитый государь-реформатор Петр I, а потом и Павел I. Два цесаревича, несколько великих князей. Первым, как положено, был Петр I. Обе поездки Петра по Волге, они были связаны с его военными походами. Первый поход был совершен в 1695 году. Это знаменитый Азовский поход. Петр во главе армии двигался по Волге. И в дневном журнале, то есть в дневнике путешествия, 23 мая 1695 года записано, что проплыли город Чебоксары, был дождь маленький. Город не привлек внимание Петра. Караван прошествовал далее. А вот в 1722 году был уже Каспийский поход. И Петр путешествовал опять по Волге во главе судовой рати. Соединение кораблей военных произошло в Нижнем Новгороде. Там, кстати, Петр отпраздновал свое 50-летие 30 мая. И 1 июня в полдень его корабль причалил к пристани города Чебоксар. О визите Екатерины Великой мы все знаем. Ведь императрица призналась, что Чебоксару для нее во всем лучше Нижнего Новгорода. А ведь был-то по выражению Тараса Шевченко ничтожный, но картинный городок. Если не больше, так по крайней мере наполовину будет в нем домов и церквей. И все старинные московские архитектуры. Именно это обстоятельство спустя некоторое количество времени коренным образом повлияло на статус Чебоксара. В 20-е годы, когда создавалась Чувашская автономная область, а затем республика, столицей ее должен был стать Канаш. Но не стал. Это было связано с тем, что Шихрана было небольшое поселение. Там отсутствовали помещения для размещения управляющих органов. В этом смысле Чебоксары были в более выигрышном положении. Это все-таки был въездный центр. Здесь было много каменных, кирпичных зданий, бывших зданий купеческих, дворянских, земских. И Чебоксары были, надо подчеркнуть, как временный центр. Как временный, понимаете. То есть предполагалось, что со временем все-таки Канаш станет столицей Чувашии. Но так получилось, что у нас временное все время становится постоянным. С начала 20 века жизнь в Чебоксарах словно ускорилась в два, может, и в три раза. Столько событий вместило в себя одно столетие. Первые высшие учебные заведения, педагогические и сельскохозяйственные институты появились в столице уже в начале 30-х годов. На смену кустарным артелям и маленьким фабричкам пришли крупные предприятия. Одно такое начали строить почти перед войной. А уже в 41-м году заводу номер 320 срочно понадобились рабочие. Мы как раз-ка, семь девчонок нас, мы свидетельство о рождении и сюда, в отдел кадров, пришли. Вы чего? Мы на работу пришли. Давайте экспорта. А говорят, а у нас их нет, свидетельство о рождении. Взяли свидетельство о рождении, заполнил и тут же на работу взяли. Все? Коротко, ясно. Пришли, привели прямо в мастерскую, как наша мастерская 506 была, и больше никуда. А уже сказали, с этого завода свое, но вас никуда не возьмут. Всем известно, что во время Великой Отечественной 4 ноября 41-го года чебоксары подверглись бомбардировке. Но мало кто знает, что еще один взрыв прогремел в марте 42-го в мастерской ЧПС-кого завода. Он был такой силой, что 10 человек погибли на месте, 3 умерли в больнице, а еще трое вообще пропали без вести. Но даже несмотря на это, производство за 4 военных года не остановилось ни на минуту. Одних только авиационных бомб было выпущено более 5 миллионов. Вообще, в годы Великой Отечественной в Чувашию было эвакуировано несколько предприятий, и большая их часть расположила столицы. Работники этих заводов, плюс блокадники из Ленинграда, плюс рабочие, набранные по разнарядке из окрестных районов, к концу войны население Чебоксар удвоилось и достигло 80 тысяч человек. Тесноту, тяжелые условия работы, нехватку продовольствия с лихвой компенсировали сострадание, дружелюбие и взаимовыручка. Для нас это были наши и папа, и мама, и все тут было. Какие они были внимательные, какие они были добрые. Вот, сейчас не такой народ, не такой. Вот, сами-то аскиты, сами неубостроенные, 2-3 семьи живут. В одной комнате, да, а с нами вот так вот обращались. Очень. Опекали нас очень. И мы учились не на словах, а на примерах учились быть людьми. Мне кажется, получилось что-то. В 1969 году Чебоксары отпраздновали 500-летие. Это был первый большой и массовый день города. Еще за 50 лет столица Чуваши изменилась неузнаваемо. Появились новые жилые массивы, предприятия, объекты, инфраструктуру и соцкультбыта. Население достигло полумиллиона человек. И это прекрасный задел на следующие 550 лет. А если учесть, что в 2020 году столетие отметится сама Чувашская республика, нас ждут поистине великие дела. Чувашская республика Чувашская республика Чувашская республика Гранд стольный мой Чебоксары Серебряная волна День новый на них устает Чувашская республика Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова